Сегодня в выпуске. Обновление детского игрового комплекса в одном из самых молодых районов города. Пусть будет светлее, давно назревшая необходимость осветить одну из троп, соединяющих разные части округа. Начало обустройства спортивной площадки в лесной зоне, озеленение своими руками и многое другое. Депутат 5-го избирательного округа Михаил Куркин расскажет о планах, как уже выполненных, так и находящихся на стадии реализации. 19 домов паркового района уютно разместились в зелени 5-го округа. Вообще территория, которая находится в виде ненародного избранника Михаила Куркина, не ограничивается только этой частью города. Но именно с ней депутата связывает немало. С этим округом я связан в 54-й год. По одной простой причине, что я в этом округе родился, ходил здесь в садик, окончил мою любимую 57-ю школу. И в этом округе знаю проблемы жителей не на слух, не по каким-то письменным заявлениям, а действительно, потому что я здесь хожу, здесь я бываю, встречаюсь с жителями постоянно, потому что мне нравится мой родной округ, мне нравится мой парковый район. Еще с парковым районом меня связывает и депутатская деятельность, потому что у Александра Юрьевича, моего старшего брата, я был помощником, когда он здесь был депутатом. И опыт, накопленный за те годы, он сейчас очень сильно пригождается, потому что ты уже понимаешь вообще, про что говорят жители, какие у них существуют беды, и ты пытаешься их помочь, решить. Иногда не получается, но в основном добиваемся того, что жители хотят. И это меня как депутата радует, потому что это вообще здорово. Очень вдохновительная история, действительно, братской преимственности, но забота о родном округе, это же не только возведение новых площадок, это же и забота о природе. Естественно. То есть год назад, в апреле месяце я был в Кисловодске, и там жители местные рассказали, что существует вот здесь пять дубов, которые внесены в Красную книгу. Собрав жёлуди, вырастив их, мы с Галиной Алексеевной, с активом Комарова-4, эти жёлуди выращенные уже посадили. И вы можете посмотреть, какие прекрасные дубы сейчас здесь поднимутся, и они действительно отличаются от наших уральских дубов своим цветом. И мне отрадно, что в этом мероприятии принимал участие я вместе с жителями. И благодарен жителям паркового микрорайона, что они за ними ухаживают, что ни один дуб, перезимовав эту зиму, то есть не погиб, и будет расти для блага наших жителей. Хотел бы показать отличие краснокнижных дубов от наших уральских. Вот этот уральский дуб высажен жителями 3-4 года назад, и он имеет вот такой характерный окрас, который принадлежит... Желтоватый, видим. Да, желтоватый. А вот дуб, который красный, и красная книга, тут как-то всё это сочетается, он совершенно другого цвета, и другой, у него слегка форма листа, и вот поэтому, то есть вот у них такое кардинальное отличие. И когда они поднимутся, то есть станут высокими, я думаю, что мы просто будем видеть, то есть те дубы, которые были привезены, и те, которые местные, так скажем. А вообще в Кисловодске ожидали, что у нас они приживутся? Было очень много скептиков, которые говорили, нет, никогда эти дубы на Урале не приживутся, потому что я объяснил, что я хочу их привезти сюда и посадить их здесь, но видите, видимо, лёгкие руки жителей паркового микрорайона, то есть и в частности Галина Алексеевна с Татьяной, позволили сделать невыполнимые, то есть дубы прижились. Здесь сильна традиция решать назревшие проблемы всем домом. Практически в каждом из них есть свой совет, который актуальные вопросы и предложения передаёт напрямую. Все у нас положительно, все хорошо. Михаил Юрьевич знает, я бы сказала, большую часть жителей паркового района. С председателями очень активно он сотрудничает. У нас советы домов почти в каждом доме паркового района. За это время обращения были у нас о аптеке, которая на Форманово 41. Она организовалась у нас, за что огромное ему спасибо. Было очень оперативно выполнена наша просьба в этом году, когда появились вдруг клещи, что не было в этом году, ну и вообще в былые времена. Появление пункта одной из сетевых аптек стало важным шагом именно для старшего поколения жителей паркового района. Хочется большую благодарность выразить нашему депутату Михаилу Юрьевичу Куркину за его помощь, поддержку. Какие-то вопросы, если у нас возникают, нужна помощь, мы обязательно к нему обращаемся. Он всегда нам поможет. В прошлом году установили нам видеокамеру, там нас безобразничали, очень помогла она нам. Попросили земли привезти, не хватило нам. Тоже привез, опять помог. Формы для цветов помог привезти. И, конечно, очень большое дело сделал. С его помощью открыли аптеку. У нас здесь бабушки, дедушки все живут. Аптека очень далеко, неудобно. И вот открыли аптеку эту. В общем, не нарадуются все. Не остаются без внимания и инициативы молодого поколения. Один из важных вопросов для жителей Новоуральска – наличие мест отдыха. Детских комплексов, спортивных площадок. Жители города свой досуг проводят по-разному. И каждому хочется, чтобы нужные зоны были в шаговой доступности. И что отличает именно эту территорию вашего округа? Ну, здесь, наверное, нужно окунуться где-то лет на 30 назад, когда я еще был молодым совсем. И рос в этом округе, на этой улице Комарова. Здесь был отличный спортивный городок, когда можно было прийти, заниматься спортом, проводить досуг. И вот сейчас жители, инициативные жители паркового микрорайона обратились с инициативой, получается, возродить здесь этот спортивный городок. И идея очень хороша по себе чем? Что она находится в зоне города, близко, но не во дворе. И мы не будем мешать нашим жителям, мы не будем мешать нашим детям. То есть здесь будут заниматься, я надеюсь, активно очень спортом. И в перспективе мы будем защищать проект на радиусе доверия. То есть уже есть проект подготовленный, то есть есть желание очень большое. И жители вместе со мной доказали свое, как говорится, стремление не простыми словами и какими-то проектами. Вот мы вышли на субботник, прибрали на этой территории, покрасили брусья. В перспективе чуть-чуть не успели, стало просто холодно. И я надеюсь, что в конечном итоге, то есть мы весной здесь планируем провести чистые игры, которые будут каким-то этапом для того, чтобы мы этот проект все-таки могли защитить, отстоять. И все-таки он выиграл. И здесь появился прекрасный спортивный городок. И в перспективе еще мы планируем здесь поставить баскетбольные два кольца, которые бы, опять же, для наших детей, для наших жителей могли бы приносить удовольствие занятия спортом. Для вас, как для депутата, радиус доверия – это действительно необходимый, очень полезный инструмент. Это очень первоклассный, я бы сказал, даже инструмент, который позволяет в помощь городскому бюджету, в помощь депутатским деньгам, привлекать деньги топливной компании «ТВЭЛ», за что им отдельное спасибо, и развивать наш город не только асфальтированием дорог или еще как-то, вот именно теми инфраструктурными решениями, которые идут на пользу жителя для поддержания здоровья и их долголетия. Еще одна часть пятого округа – это треугольник домов по улицам Ленина и Савчука. За первый год уже реализованы несколько проектов совместно с жителями. Праздник, да, устраивал Михаил Юрьевич у нас на День защиты детей, детки были очень довольны. Насколько я знаю, это было из личных средств абсолютно, просто порадовал жителей наших маленьких. Вот, был организован субботник замечательный по весне, то есть он прямо принял непосредственно участие, не для галочки, а прямо с метлами, мы все по-серьезному прибирали общедомовую территорию. То есть он отвечал на вопросы и общался абсолютно с каждым, то есть депутат у нас доступен всегда. Мы можем ему в любой момент позвонить, с любой проблемой обратиться, то есть он всегда очень активно во всем нас поддерживает. Южный район – один из самых молодых в Новоуральске, но и здесь уже есть над чем поработать. На округе у нас ведь есть не только удачные, успешные проекты, есть и проблемные места. Согласен полностью, потому что сразу все объять не предоставляется возможным, и, как правило, мы всегда упираемся в финансы. То есть если желание жителей выйти, что-то сделать своими руками, мы это можем осуществить. А вот, к сожалению, в спортивный объект, вот эта площадка, в свое время она была очень невостребована, ей очень пользовалось много жителей здесь, микрорайона, и Савчука-22, и Савчука-18, и Савчука-14. Но, к сожалению, вот сейчас нет финансов ее восстановить, и предвыборную кампанию, и сейчас жители постоянно обращаются, то есть Михаил Юрьевич, когда мы ее будем делать? Есть задумка чуть ли там не выйти самими руками, попытаться восстановить эту сетку «Рабица», которая была здесь, чтобы наши дети, когда здесь играют, чтобы мячик не вылетал хотя бы. Но вот одна из проблем нашего округа, вот этой южной части округа, это вот площадка, которую попытаемся восстановить, ну не говорю, что в ближайшее время, но мы над этим работаем. Еще одна актуальная тема – освещение тропы вдоль детского сада номер 13 «Золотой ключик». Вот тропа, дорожка, которая соединяет верхнюю часть округа с нижней частью округа, и вот за моей спиной мы видим, что есть фонари, и в темное время суток, это при наступлении осени, то есть еще идем по светлой части, но, к сожалению, здесь вот наши дети попадают в темную часть, а мамы очень обеспокоены, потому что очень много кружков, очень много секций, и дети, которые приезжают на автобусах туда, они в эти дома спускаются уже по темной части. Если в летний период часть времени, которая темно, он короткосрочный, то зимой, к сожалению, это начинается уже с пяти часов, и здесь, как правило, всегда снег. Здесь катаются дети, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это скользко, это травмоопасно, и были случаи падения людей. Ну вот мы сейчас пытаемся тоже изыскать средства, чтобы решить эту проблему, и я надеюсь, что мы ее в ближайшее время решим, но, к сожалению, даже освещение садика нам не позволяет сделать так, чтобы здесь было светло. Мое место пользуется родителями большой популярностью, сами видите, что за детьми родители приходят, их забирают, и сейчас пока светло, то я думаю, что в декабре месяце, да я уверен, что здесь в декабре месяце уже будет темно, и мамы среди детьми будут подниматься уже по темноте, к сожалению, но, опять же, выходя из темноты, они будут попадать в светлое царство, где есть фонари. Чтобы дети могли в школу ходить, и чтобы видно было ступеньки и прочее, потому что утром, когда идем темно, ну вот я с ним не рискну идти, потому что здесь гололед, посыпается здесь крайне редко, зимой особенно. Планомерное выполнение работ на пятом округе заключается и в преемственности депутатов Михаила Куркина и Станислава Ползунова. Несколько примеров из таких проектов – детская игровая площадка и открытие велодорожки на территории школы номер 57. Общие точки соприкосновения, конечно, сразу же нашлись, и одна из таких точек соприкосновения – это реализация проекта. Проект этот, велопроект, то есть обучение маленьких детей на территории школы, создание для них комфортных условий и, конечно же, благоустройство самой школы. То есть депутатские средства пошли как раз на эту программу условно, и Михаил Юрьевич очень активно, конечно, включился в эту работу. Ну, работы было, конечно, очень много, но вот сегодня можно видеть такой этот результат. Сейчас у нас во дворе Ленина 109 появилась прекрасная детская площадка, которую жители просили очень давно, и предыдущим депутатам по нашему округу Станиславу Викторовичу Ползунову было принято стратегическое, правильное, я считаю, решение разместить ее здесь. Очень удобно, дом относительно молодой, здесь есть дети, то есть, к сожалению, в силу того, что сейчас уже время такое и очень холодно, то есть дети, наверное, делают домашние задания, но поверьте, летом здесь всегда многолюдно, здесь всегда мамы, дети гуляют, играют. И, естественно, это тот объект, который был двумя депутатами выпистом, то есть предыдущего созыва и нынешнего. То есть, Станислав Викторович очень сильно, много сил приложил для того, чтобы он появился. И я очень благодарен, что произошло такое вот слияние двух депутатских сроков, и вот оно, площадка родилась, и она есть, она работает для наших жителей, для наших малышей. Работа депутата городской думы здесь, на пятом избирательном округе, это тесное взаимодействие не только с жителями округа, но и с народным избранником прошлых лет. Это постоянный диалог, который помогает найти самые проблемные точки. Как выбранный принцип работы поможет в развитии территорий, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова